добрый день дорогие мои вы на канале привет ангела с вами народный батюшка мира и добра вам пресвятой троицы вчера актриса яна поплавская это та которая играла красную шапочку в своем телеграм-канале выставила большую статью о том что почему-то у нас война идет только там на донбассе на передовой гибнут настоящие ребята а здесь в тылу у нас не только не чувствуется что идет война но еще и ряд лиц в это же время живет как говорится разгульной жизнью она прямо указывает что вот всякие шоу маска какие-то устраивают посиделки маскарады ну и всякое такое при этом называет часть этой деятельности эрнстонщина эрнстонщина то есть она таким образом константина эрнста как бы покровителем вот такой тусовки делает я не очень конечно углублен сейчас в эту сферу я не бывает не знакомлю с ней так далее только время от времени доходит до меня вот такие выступления в том числе не так давно выступил режиссер театра одного где сказал что ну 90 процентов во всей этой тусовки нетрадиционных сексуальных отношений и при этом совершенно непонятно как они могут у нас воспитывать нравственность как они могут быть в стране тем примером которые молодежь должна для воспитания патриотизма иметь и это конечно серьезнейший вопрос действительно как а как они будут иметь и даже тогда когда я вот вижу как они мы знаем про них что они вот тот 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 вот так то живут как минимум меняет тоже он то мужей а пачками при этом выходит иногда на сцену начинают в определенные дни петь правильные песни и говорить правильные слова и буквально как только прошли эти праздничные дни сразу вести себя опять так как не подобает нормальному приличному человеку вести я бы вот так сказал и и поэтому я на поплаской в этом смысле наверное не одиноко кто думает что нельзя вот у нас здесь в тылу так себя вести хотя я вижу что например в сельской местности вот такая в такой как наша конечно много задают вопросов к президенту там и к правительству и так далее но при этом абсолютно уверенно поддерживают то что происходит там и желают победы и желают победы и на мой взгляд как раз не хватает вот этого вот этого сейчас у нас стране вот этого патриотического глубинного настоящего народного движения где действительно мы привыкли что у нас всем руководят как говорится звезды всех всем обучают звезды понятие нашей жизни ориентируется на этих звезд вот одежда мы не выносим такие как этот а на самом деле народность то вот это которые в глубине и есть настоящий патриотизм она никак практически не выражена что я вижу сейчас ну вот малахов песни народные значит поднимает и ну это действительно неплохие передачи действительно слушаешь но я скажу так ведь это в основном поколение ну 50 и старше оно вот это песенные как говорится развлечения имеет для себя как достаточно серьезные развлечения молодежь то ведь это вообще никак не смотрит и у них и другая музыка и другая культура и другие отношения ко всему тому что это делается и по моему на мой взгляд вот не хватает у нас то что действительно как бы волнует и более жизненно для молодежи и для населения в том числе я считаю что недостаточно у нас поднята вот тема жертвенности недостаточно она представлена я понимаю что те кто ею занимается люди скромные даже я на поплавской я посмотрел оказывается ой сколько всего делает для фронта или там ивана хлобыстин которого я несколько раз задевал там поругивая что не должен так священник себя вести пришла война и Иван ведет себя как настоящий патриот он возит туда гуманитарку и так далее и так подобное то есть вот действительно огромное количество людей взялось и жертвует и эту жертву приносит но но еще больше жертву несут конечно наши сейчас ребята как то как я понял принято сейчас такая политика что не говорить сколько у нас жертв не говорить как они страдают то есть все вроде по бодренькому все все жертвы на той стороне ну я согласен наверное может быть это и нужно в войне так чтобы хотя мы знаем что по опыту второй мировой войны там ничего не скрывалось то есть там все объяснялось сколько потеряли сколько значит наоборот победили и все было достаточно открыто люди понимали еще больше углублялись вот в это понимание что все тяжело все непросто зная как как какие жертвы зная какие жертвы но еще больше мне кажется мы не показываем жертвенность тех кто уже погиб в этой ситуации как говорится в том числе и в тылу вот эти все террористические акты ведь унесли смотрите уже замечательных людей или вот покалечили того же захара прилепина вот это же и есть та настоящая патриотическая жертва которую принесли они да не на передовой но они ее здесь эту жертву принесли они стали жертвой ради победы здесь у нас в тылу и мне кажется и вот это должно бы быть у нас на больше как говорится во внимание но главный вопрос который я все время поднимаю почему у нас нет можно так сказать автоматического признания погибших за родину за людей за семью людей святыми почему как это вот он погиб хороший человек когда мы будем его просвещать и будем ли вообще просвещать вообще-то в христианстве все за веру отечества и народ погибшие считаются свястыми мы же верим что они в царствие небесные вселяются сразу а почему нет тогда списка вот я бы вот прямо списком вот новые святые погибли на фронте погибли в тылу погибли жертвы собой помогаем вывозить раненых там привозить гуманитарной помощи так далее мне кажется что вот в этом плане наша церковь не просто не дорабатывает вообще не работает то есть мы видим как у них формируется некий такой небесный полк а у нас нет а награды получили государственные получили все остальное а духовные и все равно на самом деле наиболее ценные это духовные жертвы этого человека духовное признание его подвига и я считаю что вот это нужно в какой-то форме довозрождать чтобы матери у которых дети погибли получали не только государственную награду но и церковную награду или какой-то знак о том что он в лике святых он жизнь свою положил не зря теперь вечная ему память будет в царстве небесном а не где то где мы можем думать что в другом месте он находится вот такое мое мнение поэтому я желаю чтобы вы тоже как-то помогли мне с этим разобраться скажите свое мнение вы как считаете нужно тех кто погиб и тех кто ранен и тех кто уже значит внес большой клад как-то отмечать что нужно чтобы все таки они получили как говорится свое должное за то что они сделали вот так так что всем здоровья радости аминь и аминь и и Продолжение следует...